Сказала экскурсовод, что это зал средневековых амфор. На кого там ругаются? Чего там нельзя делать? Колонны трогать. А, even don't touch pillar. Всё понятно. И вазы нельзя трогать. Ну, колонны-то, наверное, можно. Прям даже принципиально захотелось, нет? Да, каждый засалит. Не будем трогать колонны. Ой, какие они потрясающие. Похоже на Камасутру. Нет, я думаю, это во. Я думаю, что это просто война, и они раненого несут. Мама, мы не говорим. Но я думаю, что это война. Раненого несут война. Это война, и он будет. Ему видится Камасутра. Похоже, говорит, на Камасутру. А я говорю, это война, и раненого тащат. Тащат раненого. Да, ну и пленного. Да не трогай ты, не трогай. Расстояние полмитра даже. Half метр. Давайте лучше посмотрим то, что не вызывает споров. Опять же, на каких-то... Колесницы, они на конях, а на змеях. Как они едут? Никто не знает, как они едут. Ой, извини. А может, они сами по себе... Нельзя трогать меньше, чем полметра. Куда ты? Вот у нее самая беспокойная работа в этом зале у женщины. Все пытаются... А с колонной обняться, вазу потрогать. А ибо надо стеклом огородить. Мы такие беспокойные. Очень огромный музей. Вот это ваза. Потрясающе. Бассейн, да. Бюст женщины. Второй век. Голова у нее отвалившаяся была. У женщины. Антинойа Диониса. Портрет. Вторая четверть второго века. Симпатичный, как девушка. Я даже очки надела. Римский зал, значит. Статуя римлянина. Первый век. Какой Зиес. Юпитер. Юпитер и Зевс. Это одно и то же ведь, скажи мне? Нет, девочка. Да ладно. Нет, они разные. Юпитер. Ну тогда я дико извиняюсь, это был Юпитер, а это вот наверняка Афина. Или Ника. Виктория, богиня Победы. Голова Дака. Портрет мальчика середина третьего века. Такие же мальчики, как и сейчас. Домиция Донгины. Портрет. Женщина. Саркофаг, наверное. Еще раз Домиция Донгена. Еще раз мальчик. Рука сломана. Боги, люди, герои. Готтс, хьюман бен хироус. Фром Помпей. Помпей. Ага. И собрание Национального археологического музея Неаполя и археологического парка Помпеи. По 23 июня. Вот сегодня должно закончиться, да? Это из Помпеев, что ли, да, девочки? Это из Помпеев? Выставка «Боги, люди, герои». Да, это Рима. От Рима. Ну да. Платье на жены императора. Как такое перевозили? Куплено для Эрмитажа. Куплено для Эрмитажа. Купили уже. Интересно, так вот такое? Мозаика. Сколько лет она, сколько веков на то, что лето вообще. Мой любимый зал. Я всегда, когда сюда приходила, я навещала мумию. Давайте её навестим. Ага. Египет. Давайте навестим мумию-то. Да, вот, вот, вот. Это вот этот зал, Кир, последний. Это да. Угу. Вот смотри, что здесь есть. Тут маловато всё-таки это у нас. Саркофаги. Конечно, древний Египет завораживает, потрясает и лишает меня дара речи. Это настолько невероятная культура у древнего Египта. Это наверное, может быть, то, что лежало в саркофагах? Наверное. Все равно, если возможно. Ну, вообще, вот как Молдашев считает, говорит, что в саркофагах должно тело как бы исчезать. Это не гроб. Трансформироваться. Вот там она, по-моему, была мумия. Потрясающе, да. Из камня, наверное, камень, а потом, наверное, дерево. Это камень, разговариваясь. Какая культура. Саркофаг начальника войск царевича Яхмеса, сына Амазиса. Это и то из Ростова, да, человечка? Ну, как же. Отставайте, какие цветы. Господи, сколько они их притащили-то сюда. Нет, ну, простым-простым человечком не навырезаешься таких эксклюзивных гробиков. Он жрец, он жрец. Я даже какую-то книгу читала, что он с кем-то ченнилингом там, что передает сообщения. Правда или нет? Это не реал. Это реал. Реал. Рид. Ну, да и путь спешил кемикал. Он говорит, не может сохраниться так, говорит, рассыпется. Я говорю, они умели, древние египтяне умели сохранить мумию. Мумия жреца Бадди Иста. Да, священник, говорит, он был. Он получает такие рецепты в различных растворах. И эти растворы позволяют мумиям храниться тысячи лет. Этой мумии 2600 лет. Да, вы скажете себе. Это был жрец. Его звали Бадди Истек. Да, эта мумия находилась в этом саркофаге. В этих сосудах хранились внутренние органы жреца. И все это в царские времена находилось в кунст-камере. Мумии не собирали императоры. И уже после революции из кунст-камеры отдали в кунст-камеру. Каму. 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 Потрясающе. Значит, посмотрите, у жреца было три саркофага. И они все разного размера. Потому что они собирались как матрешка. Один ходил. Вкладывались друг в друга. Так что больше росписей помещалось. Изображение богов. Писали молитвы богов с просьбой помочь перейти в другой мир. А это зона отдыха, да? Культура древнего Египта. Так, где выход-то? Вот туда дома. Туда, спасибо. Девушки, туда. Выход туда, сказали. Под впечатлением. Под впечатлением. В очередной раз. Разбиваемся. Да, да. Каждый день. Приобщаемся. Вибрациями. В санкт-петербургской культуре. Сейчас, подождите. Смотрите, сколько народу. Тут стоять, наверное, часа два. Если покупать билеты в кассе. Правда, сова? Правда. Кафе Эрмитаж. Вот он, главный вход. И мы идем на выход. Вот где, вот где, Надя. Вот где нам надо сфотографироваться-то. Три грации-то. Саши, Саши. Make our photo, please. Вот здесь мы должны встать, как три грации прекрасные. Make our photo. Так, ну, сейчас, подождите, девушки. Не успели. Не успели. Большая компания пришла. Ну что ж, наверное... А сейчас я вам расскажу. Сейчас, подождите. Мы попробуем встать так же. Я буду средняя, я учу свою роль. Вы учите свои роли. Я встаю вот так. Я встаю вот... Давай, посмотрела. Выучила свою роль? Выучила свою роль? Да, да. Вот, я встаю. Даже подальше. Фарза, фарза. Ножка, да. Ручка, 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 Юля. Ручку, береги Ленину. С ногами-то все в порядке у нас? Как у грации? Прости, с ножками, чтобы сфотографировала. А вафит, окей. Грации, скажем так, 30 лет спустя. Да. 30-40. Не, 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 не. А что, не 10 лет? Не 100 лет. Женечка, потом перешлишь фотографии. Ну да, сейчас посмотрим, девушки. А то, а то, поди, попросим. Ну-ка, гляньте-ка. Юля, бей. Вы какие-то, как революционные. Девушки, у нас есть время потренироваться. Если что, в следующем году сходим и повторим. Так, а здесь Саши может с кем-нибудь сфотографироваться. Вот так вот. Как два юноши. Вот здесь гардероб. Гардероб. Вход, по-моему, здесь для групп, да? Вот это вот. Как много народу. Малый гардероб. Вот и тикет. Офис, кассы. 400 рублей. Россиянин, 700. Иностранец. И в кассы, в кассы огромная очередь. О. Прешер. Прешер, да. Интересно, сколько они простояли, вот те, которые впереди. Но долго. Мы вас видели, люди. Уважаемые гостители, следующий фото-музею 12 часов 40 минут. Следующий фото-музею 12 часов 40 минут. Да, надо, чтобы ушли люди, которые там внутри. Тогда запустят вот этих. Да. Вход для посетителей с билетами. Вход для посетителей с билетами. Да, наверное, какие-то другие. Да, мы-то прошли как вид персоны. Да. Спасибо. Спасибо. Thank you very much for invitation. Спасибо большое за приглашение. Hello. Саши. Розы какие-то. Розы какие-то замечательные. Розы. 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 Давайте мы вас пригласим в индийский ресторан «Тандур». А где это? Недалеко, недалеко. Недалеко от Исаакиевского. Недалеко отсюда. Я не разу. Я вот, у меня было желание, похоже. Замечательно. Если вы едите, она немножко адаптирует. Попробуем. Попробуем. Хорошо. Хорошо. Это ему подарок на день рождения от фирмы. Какой ветер-то. Так, у меня не унесло шарфик. Вот, пожалуйста, туалеты. Платные, да, или бесплатные? Платные. А почему платные? Пора же уже бесплатные ставить. Вывоз отходов. Здесь, конечно, все будет замусорено. И вот готовятся машины стоять. Фо трэш. Вот, видишь, Надя, сколько девушек, которые должны были во дворцах. Вот Петры всякие первые бегают. Они должны были не здесь деньги зарабатывать, а там должны были прогуливаться среди нас. Екатерины, Петры. Какие они красивые. Здесь-то больше денег можно заработать. Они за каждую фотографию с ними берут деньги. Да, 200-300-400 рублей. Да ладно, не сто. А это вы не фотографируете? Я думала, всего 100. Нет. Да нет, не хочу. Они потом начинают раскручивать. Вот так же сходили. А зебры, зебры сфотографировались. Кто у вас попал? Подарк. Муж? Зебры сфотографировался? По чём нынче зебры? И мы пошли, а он бежит за нами. Стойте, стойте, ребята. 300, что ли, да, он сказал рублей за фотографию. Ага. Мы же с ума сошли. Так это обычная зебра. А сколько Пётр Первый попросит? Вот, вот, вот. Я надалдил. Сейчас, дарлинг. We will go other way. We will come. We will find. Тандур, Тандур. Дойдёт один? Я вас умоляю. Это мы можем потеряться. А он ни в какой стране не потеряется. Дойдёт, говорит, один. Он там два раза в неделю туда бегает обедать. Он вообще уже дома почти не ест. То в одном месте, то в другом. Он уже Питер знает лучше меня. Какая прелесть. Спасибо, спасибо. Давайте. Нам на всех. Давайте. Это нам на всех. Спасибо. Это летучая мышь. Мужчина нас куда-то приглашает. Муж. Только муж из дома. Мама в пляс. Дом в вагоне. Метрополис. Видите, кафе с открытыми окнами. Russian Russian Borscht. Столовая номер один. Здорово. Хорошая идея. Открытые окна. Как в Индии.